Скажите, вот у вас рассматривал ступенька, да? А вы рассматривали случаи, например, прохождения ямы с линейными краями, причем коэффициент близок к 90 градусам? Ну, я уже говорил, что я рассматривал. Я рассматривал уже построенные модели о рассеянии частицы на симметричных потенциальных барьерах произвольной формы. Например, я на пропустил. С любыми краями, чтобы они были не зеркальные симметрии, чтобы осталось. А если асимметрия будет в поле наклона? Здесь очень тонкий момент. Дело в том, что в случае симметричных потенциальных барьеров точка XC от энергии не зависит. Она строго совпадает с центром симметрии. Всегда. Для волн любой энергии. Если барьер... Для ступеньки это будет... А, вот я там забыл показать всю эту форму. Ну, я вам показываю. XC. XC от K зависит. В случае барьеров не симметричной форме, вот эта точка шивания XC будет тоже зависит от K. У меня, на самом деле, эти расчеты уже... Я начал проводить. Мне кажется, что вот эта задача слишком проста для того, чтобы... То есть она слишком идеализирована для того, чтобы можно было делать какие-то выводы. В той же... В той же самой степени убедительности я могу сейчас опровергнуть классическую механику. Значит, материальная точка движется в кулоновском центре. Ее энергия Е меньше нуля. Она движется по эллипсу. Ее энергия равняется нулю. Она движется по параболе и уходит на бесконечность. Бесконечно малое изменение энергии катастрофически все меняет. И я не понимаю, почему это так происходит. И только подумав, я понимаю, что слишком идеализирована задача в природе. Нет этого бесконечного пространства и нечего об этом говорить. Точно так же и здесь. Но нет в природе этой ступеньки, которая нам дает этот фокус именно потому, что задача слишком идеализирована. Попробуйте опровергнуть вот этот классический, в кавычках, парадокс. И вы увидите, что это явление одного порядка. Ну, два момента. Спасибо за вопрос. Я считаю, что здесь два момента, которые я хотел бы вот здесь, нужно обязательно ответить. Во-первых, я квантовую механику не опровергаю. Я этого не говорю. Я опровергаю, ну скажем, не опровергаю, я говорю, что надо пересмотреть. Только ту сейчас квантовую механику, которая касается существующей практики описания микрокресс-состояния. То есть атом водорода там и прочее, и прочее. Все это настолько фундаментально, и тут даже это не трогается. Но даже сами существующие модели, даже этих процессов, например, ступеньки, я совершенно не опровергаю тот факт, как вычислять капитационное прохождение, капитационное отражение. Пси-тотал, все функции, это найдено и так далее. Я только говорю, что квадрат модуля функции пси-тотал не является, нельзя корректно, правильно интерпретировать, как плотность вероятности. Надо обязательно расщепить этот пси-тотал, разложить на две эти составляющие. И только на основе этих двух волновых функций можно интерпретировать корректно экспериментальные данные, касающиеся этого процесса. Это первое. Теперь по поводу того, что слишком простая эта модель. Да дело в том, что, ну, может быть, беда теоретиков, с точки зрения прикладников, которые рассматривают очень сложные модели, где учитывается и то, и другое, и пятое, и десятое. Дело в том, что, оказывается, даже в простейших случаях возникают принципиальные, фундаментальные проблемы. И когда многие начинают, не решив эти фундаментальные проблемы, про сей же задачи, начинают строить более сложные модели, получается фактически следующее. Нерешенная фундаментальная проблема, она замазывается, скрывается за сложностями более сложной модели, и вроде как какие-то там еще решения влезутся. Дело в том, что она слишком проста. Дело в том, что она настолько идеализирована, что лишена физического смысла вот этих вот тонкостей, о которых мы говорим, в рамках этой модели. Я бы не сказал. Дело в том, что, да, эта модель одномерная. Но дело в том, что есть в базе одномерную модель. Ясно, что псих квадрат по модулю константы везде. Конечно, тут не будет плотности распределения. Фотность потока вероятности константа, в случае сакционального фотость вероятности, не является константой. Ни в коем случае. И одномерные системы, как хороший полигон... Моменты спорные, интересные. И, конечно, хотелось бы послушать это еще и задать вопросы. Но, к сожалению, мы давайте в кулары перенесем. Спасибо.